Здравствуйте, уважаемые телезрители, это тема дня, с вами Ирина Кузина. Сегодня все, что происходит на рынке недвижимости для нас, жителей Тверской области, вызывает особый интерес. И для того, чтобы разобраться в этой теме, вы пригласили к нам в студию специалистов, которые компетентно готовы ответить на каждый вопрос, который мы подготовили заранее, исходя из пожеланий наших телезрителей и радиослушателей. Позвольте, уважаемые телезрители, представить наших участников, нашего круглого стола. Сегодня к нам в студию пришел Антон Андреевич Петров, директор федерального застройщика «Талант Тверь». Здравствуйте. И также у нас представитель «Талант Тверь», это руководитель отдела продаж Михаил Сергеевич Кирпичников. Я рада вас видеть в студии. Здравствуйте. Итак, ну давайте сразу с места в карьер. Есть разные позиции, кто-то говорит, что сейчас какой-то спад на рынке недвижимости, кто-то считает, что вполне сносно. Но, тем не менее, мы, обычные граждане, в этом совершенно не разбираемся. Хотелось бы все-таки обратиться Антон Андреевич к вам и задать вопрос. Все-таки, что происходит на рынке недвижимости сейчас, и в частности в нашем регионе? Ситуация сейчас в мире и у нас в стране непростая. Это отражается, конечно, и на рынке недвижимости. Основные моменты, которые сейчас отрицательно воздействуют, в первую очередь, это, конечно, то, что Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Еще такой момент неприятный, то, что разрушились сейчас логистические цепочки, поставки строительных материалов. И, конечно же, это инфляция, которая есть. Что касается банков, наша компания работает с несколькими банками по России. В частности, проект, который мы реализуем в Твери, наш партнер является Забербанк. По текущим проектам каких-то изменений у нас нет. Банки сохраняют ставку, поэтому сейчас каких-то трудностей мы с этим не ощущаем. Что касается спроса на недвижимость, на новостройки, то в начале марта и в середине марта спрос был достаточно высокий. Это обусловлено тем, что люди, как у нас говорят, пытались успеть в последний вагон запрыгнуть, потому что все понимали, что ключевая ставка 20%, соответственно, неизбежно будет поднятие ключевой ставки. Поэтому люди старались вложить те деньги, которые у них есть, на старых условиях. По вторичке ситуация не совсем, наверное, такая благоприятная, потому что ставка сейчас порядка 18,5%. Поэтому мы полагаем, что сейчас будет небольшой спад. В целом правительство страны и правительство области помогает сейчас застройщикам, потому что все прекрасно понимают, что строительство – это такой драйвер, это такой локомотив в экономике. Сейчас предпринимаются меры поддержки, то есть в том числе и льготная ипотека. Да, она немного не такая, как была в прошлом году, но тем не менее все равно сейчас дают под 12%, что в принципе неплохо, учесть, что сейчас ключевая ставка, повторюсь, 20%. Также сейчас регламенты меняют городостроительные, помогают застройщикам более, скажем так, оперативно проходить некие процедуры, которые раньше занимали месяца. Сейчас это происходит намного быстрее. В частности, это и внесение изменений в генеральный план, в правила землепользования, застройки. Поэтому в целом я считаю, что перспективы какие-то работы у нас есть. В общем, жить можно. Жить можно, да. Несмотря на то, что ситуация быстро очень меняется. А вот Михаил Сергеевич, подскажите, пожалуйста, какие сейчас у вас требованы предложения на рынке жилья? Цена какая? Что будет вообще с ценами на жилье в обозримом будущем? Какой-то прогноз можете дать? Да, в этом вопросе очень важно отметить, что то, какие квартиры покупают, это действительно напрямую показывает ситуацию на данный момент в стране, ситуацию в мире. И квартиры покупают не только для себя. Квартиры являются одним из таких базовых, я бы даже сказал, консервативных способов вложения денежных средств. Если вдруг там жители нашего города имеют денежные средства, достаточно неплохой вариант вложить их в недвижимость. Каким образом, да, два варианта вложений обычно используют жители нашей страны, это приобретение квартир на вторичном рынке для того, чтобы в дальнейшем эту квартиру сдавать в аренду, получать от нее доход. И, соответственно, это приобретение новостройки для того, чтобы по окончанию строительства, либо также зарабатывать на аренде, либо реализовать эту квартиру и заработать на дельте цены от начала строительства до окончания. Цена на новостройки в любом случае будет увеличиваться. Это даже не тенденция, это скорее закономерность, которая абсолютно всегда будет справедлива. Поэтому, конечно, если мы говорим про окончание, например, предыдущего года, то, наверное, потребность и в новостройках, и во вторичке была приблизительно одинаковая. Сейчас же с изменением цен на ипотеку, то, о чем сказал Антон Андреевич, действительно востребованы на рынке именно новостройки, первичная недвижимость, поскольку большинство квартир все-таки покупается в ипотеку. А значит и первоначальный взнос очень сильно влияет на финансовую нагрузку покупающего. Ну, в этом смысле 12% и 20% это совершенно разные цифры. Ну, а вот смотрите, квартиры для тех, кто долго не решался на покупку, для них тема это уже совсем закрыта? На самом деле нет. Нет. Вот как раз то, о чем мы говорили ранее. Ситуация меняется достаточно оперативно, но это не говорит о том, что нужно в долгий ящик откладывать приобретение квартир, если такая необходимость есть. Нужно просто более детально подходить к ситуации и находить какие-то более выгодные предложения. Вот как раз, если, например, сравнивать вторичную недвижимость и новостройки, ну, тут абсолютно точно новостройки выигрывают в этом выборе. Почему вторичка? Позвольте прервать. Почему она так непопулярна, кроме того, что вы сказали по ипотеке? На самом деле, наверное, назвать ее непопулярной нельзя. Ну, есть определенный процент, кто интересуется. Да, да. То есть сейчас тенденции все-таки склоняются больше в сторону новостроек, исключительно из-за вот как раз ежемесячного платежа по ипотеке, из-за разницы в ипотечных как раз процентах. Ну, и все-таки сейчас, я думаю, очень интенсивно вообще у нас развивается мир, какие-то новые тенденции, они достаточно быстро входят в нашу жизнь. И, конечно, людям хочется жить в более комфортных условиях для себя. И это категория более молодые, наверное, покупатели, да? Не обязательно, не обязательно. На самом деле, вот даже если судить по примеру нашего жилого комплекса, совершенно разные возраста, люди со временем понимают, что для них было бы более интересно в жилом комплексе. Но это как раз вот новая тенденция строительства и уже в строительстве. И для себя выбирают там тот жилой комплекс, который им будет более интересен. По их критериям. Да. Хорошо. Какой-то более-менее прогноз на будущее мы можем давать сейчас? Сейчас прогнозы – это очень-очень сложный вопрос. Действительно, ситуация меняется оперативно. Мы можем сказать, что цены в любом случае будут расти. Это прогноз, который был справедлив на протяжении последних десяти лет. Цены на новостройки растут. С какой периодичностью и как быстро это будет происходить, к сожалению, сказать сложно. Но если сравнивать цены, например, в городе на жилые комплексы, то некоторые застройщики будут понижать цены, поскольку в начале марта у нас случились события в стране определенного рода. И, конечно, в этом состоянии неопределенности некоторые застройщики были вынуждены повысить цены, поскольку не понимали, сколько для них будет строительство стоить в будущем. У нас, конечно, очень серьезный аналитический отдел работает, у нас группа компаний, поэтому у нас такой проблемы не возникло. Мы с ценообразованием достаточно, даже не то, чтобы сказать, справились. У нас было понимание, каким образом работать с ценообразованием, поэтому не было никаких перекосов. Но вот некоторые застройщики, повторюсь, в дальнейшем могут снизить цену, поскольку сейчас у них эта цена очень высокая, выше рынка. Уважаемые гости, мы с вами уходим на небольшой перерыв. Буквально через некоторое время мы снова вернемся в студию и продолжим наш разговор. Реклама прошла быстро, и мы снова в студии программы «Темы дня». С вами Ирина Кузина. Тема этой программы связана с рынком недвижимости на территории Тверской области и в областной столице. Для того, чтобы ответить на все интересующие нас вопросы, мы пригласили в студию представителя федерального застройщика «Талант Тверь». Сегодня с нами директор Антон Андреевич Петров и Михаил Сергеевич Кирпичников, руководитель отдела продаж. Итак, мы первый блок с вами закончили. Очень важный и интересный. В целом понимаем, что более-менее сейчас происходит. Но больше всех вопросов от наших жителей поступает по части ипотеки. И нам важно сейчас понимать, как быть. Все-таки я только открываю новости. Вижу о том, что, например, Сбербанк уже аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. Льготная подорожает. Все начинают волноваться. Так вот, все-таки, я думаю, что, наверное, Михаил Сергеевич, вы нам ответите. Как ее лучше получить, эту ипотеку? Кому она сейчас все-таки доступна? А потом мы с вами будем говорить про IT-сектор, который очень так активно сейчас развивает. Да, действительно, вы говорите абсолютно верно. Очень динамично меняется ситуация, динамично меняются ставки. Много аспектов претерпели изменения. На что сейчас стоит обратить внимание? Действительно, ранее для жителей страны у нас были доступны различные варианты ипотек. Это льготная ипотека, ипотека для молодых семей. Ну и, да, действительно, про IT, я думаю, мы поговорим отдельно. Что касается льготной ипотеки, она претерпела изменения. Изначально может показаться негативной, но не совсем все так очевидно. Действительно, увеличилась процентная ставка. Если раньше в среднем ипотека льготная была порядка 7%, для этого нужно было покупать квартиру именно в новостройке, сейчас процентная ставка будет приблизительно 11-12% в зависимости от банка. Но вместе с тем увеличился лимит денежных средств, которые могут быть выданы по данному кредиту. Если ранее это было 3 миллиона, сейчас это будет 6 миллионов. Расскажу на таком коротком примере. Для того, чтобы купить квартиру, например, большую, трехкомнатную, клиенту ранее нужно было иметь 2 миллиона, за 5 миллионов он покупал квартиру, 2 миллиона собственные средства и только 3 миллиона кредитные. Сейчас он может 15%, это 750 тысяч, иметь собственных средств, все остальные деньги он может взять в кредит по льготной ипотеке. То есть, несмотря на то, что ставки увеличились, увеличились и лимиты, а соответственно ипотека стала более доступной для определенной категории жителей. А что это за категория? Категория, у которых нет на данный момент большого количества свободных денежных средств. Да, и что касается ипотеки для молодых семей, здесь точно так же увеличились лимиты и совсем незначительно увеличилась процентная ставка. Раньше это было порядка 4,5, теперь это будет порядка 6%. То есть, на самом деле, 1,5% они будут совершенно неощутимы, но то, о чем мы говорим, что теперь квартиры стали более доступны. По данной программе нужно, чтобы родился ребенок у семьи после 2018 года. Если ребенок родился, пожалуйста, подавайте заявку в банк, получайте ипотеку, покупайте квартиру. А как может измениться сейчас ставка в обозримом будущем? И вообще, как может быть подождать все-таки пока? Я думаю, ждать не стоит. Ставки вряд ли поменяются коренным образом. Скорее всего, будут изменения в течение года, в течение двух лет, но коренным образом ситуация не изменится. То, о чем мы говорили ранее, цены на новостройки будут расти, ипотеки будут приблизительно такие же. Если есть нерешенный вопрос, нужно его решать. Может быть, есть что вам добавить? Да, я добавлю к словам Михаила. Я все-таки оптимист, и я надеюсь, что ставки по ипотекам на вторичное жилье, они должны быть немного снижены, на мой взгляд. Потому что, чтобы что-то купить, нужно что-то продать, а сейчас продать квартиру, где высокая ставка, довольно сложно. В любом случае, надо очень внимательно относиться к этому вопросу, изучить рынок и обратиться к настоящим специалистам. Вот вы федеральный застройщик, значит, вы представлены в разных городах, о вас знают. Расскажите о своей компании. Антон Андреевич. Да. В этом году, в феврале, мы отметили 20-летие нашей деятельности. Начали мы ее в далеком уже 2002 году в городе Ижевск, Удмуртская республика. На тот момент наши дома были, ну, скажем так, типовые, немножко где-то простые, ну, как все строили. Но очень быстро мы поняли, что надо строить не просто какие-то кирпичные мешки, какие-то коробки, да, железобетоны, а такое жилье, которое бы нравилось людям, в котором им было бы приятно находиться не только вечером, приезжая с работы, но и выходные, проводить время с семьей, с друзьями. Поэтому мы начали экспериментировать, приглашали архитектурное бюро к сотрудничеству, очень известный российский и даже международный опыт у нас был. И постепенно, постепенно мы свои мощности стали наращивать, и было принято решение, что пора развиваться и в другие регионы, уходить. Сначала это были соседние регионы, это Пермский край, Башкортостан, Татарстан. Но постепенно, постепенно география расширялась. Сейчас мы уже представлены, более чем в 10 городах мы строим. Наши прекрасные объекты, наши дома вы можете увидеть от Сочи и до Дальнего Востока, до Хабаровска. Я вот слушаю сейчас вас, Антон Андреевич. Мне интересно выяснить, а вот в зависимости от города, потребитель как-то вот ваших услуг, покупателей, он чем-то отличается? Да, отличается. Особенности, например, у Тверской области какие у нас? Ну, Тверская область, скажем так, не избалована какими-то изысками архитектурными, на мой взгляд. Интересно. Да, и вот как раз компания Талан, она несет такую благородную миссию, да, по привнесению прекрасного, скажем, в наш город. Если брать, например, Тюмень или Уфу, там рынок недвижимости, он более, скажем так, развит, там покупатель... Более востребован. Более, да, да, совершенно верно. А вот несколько примеров реализованных проектов. Какие есть? Позвольте. Да, позвольте я отвечу на этот вопрос. Действительно, огромное количество проектов реализованных. Из них, наверное, хотелось бы отметить ключевой для всего города Уфа проект «Квартал энтузиастов». Это огромный такой проект, очень амбициозный, комплексная застройка. Что в нем примечательного, что он стал точкой притяжения жителей всего города. Туда приезжают жители города для того, чтобы погулять с детьми. Очень интересная архитектура, интересное благоустройство. Ну, да, это стало неким таким свежим глотком воздуха для целого города. Помимо этого, конечно, хотелось бы отметить в городе Пермь объект «Доминант». Тоже очень интересная архитектура, совершенно необычная для России. В городе Ижевск «Счастье». Тоже очень долгожданный, желаемый городом проект. То есть они все будут выделяться, вернее, выделяются среди других, да? Все верно. Не выделяются, и наш проект в Твери тоже будет выделяться. Самый главный момент. Вот вы сказали, что, значит, приоритет выделяться, подстраиваться под то, что интересно самим жителям. А еще какие-то есть критерии при создании проектов, например, стройматериалы, месторасположение и так далее? Ну, стараемся, конечно, следить за тенденциями. И вообще, как бы у нас в компании такие три кита базовых, да, на чем основана наша вся деятельность. Это вот мы всегда вкладываемся это в архитектуру, это в проектирование и это благоустройство. Вот последнему пункту благоустройства мы всегда очень много внимания уделяем. Ну, то есть мы любим в этих мелочах копаться, продумывать все это. Понятно. Расскажите о новом проекте, который сейчас реализует ваша компания, Михаил Сергеевич. Да, называется у нас проект «Новая Тверь». Даже название очень символичное. В Заложском районе мы строим. Этот проект, его можно назвать, скорее, даже, наверное, будущим микрорайоном. Строится он будет в шесть очередей. На данный момент мы строим первую очередь. И первая очередь будет у нас состоять из восьми секций. Это разноуровневая застройка. Есть секции девять этажей. И одна секция будет самое высокое здание в городе, 25-этажное. Здесь мы действительно постарались использовать все современные тенденции. У нас двор без машин. Автомобили туда не заезжают. Это очень хорошо. А где они будут стоять? Они будут стоять по контуру здания. По контуру здания. Действительно, все-таки двор – это место, где должны отдыхать жители дома, где должны играть дети. Ну и, собственно, родители не должны бояться за то, что с их детьми что-то может случиться. Во дворе будет концептуальное благоустройство, вай-фай, зарядки USB для телефонов. Ну, действительно, такая полноценная современная среда. Вход в подъезд у нас с уровня земли, то есть безбордюрное пространство. Подъезды сквозные. Тоже часто задаваемый вопрос, если во двор не заехать, как выгружать мебель. Но можно заехать с другой стороны, как раз со стороны парковки. Помимо всего этого, на первом этаже колясочная. Ну и у нас очень уникальные планировки. Планировки мы разрабатывали очень тщательно, скрупулезно, исходя из современных, опять же, тенденций. Есть у нас варианты евро-квартир, где большая гостиная, совмещенная с кухней. Есть у нас мастер-спальни, где из спальни есть выход в сантехническое помещение. Есть большие квартиры, где гостиная, совмещенная с кухней, условно говоря, проходная. И уже из этого помещения выход в жилые помещения. То есть это тоже такая вот отсылка к каким-то европейским стандартам, где большая семья собирается вместе в большом пространстве, ужинает и так далее. Сейчас мы вот не так давно столкнулись с пандемией. Пандемия на всю нашу жизнь, на всей нашей жизни очень так серьезно сказалась. Мы все постепенно начали переходить в онлайн, начали работать из дома. Кто-то полноценно, кто-то периодически. Поэтому действительно кухня, она стала таким уже местом для постоянного нахождения, а спальня может быть небольшой, где люди вот только спят. Соответственно, мы все это применяем. То есть именно такие планировки, они и будут в дальнейшем востребованы? Да, да. Модными, скажем так. Конечно. Тут даже дело не в моде, сколько дело в собственном ощущении человека, когда он находится в такой квартире. Нам всем людям себя чувствовать свободными в своей квартире хочется. Поэтому высокие потолки, широкие окна, все это очень сильно сказывается на стиле и образ жизни. Есть очень важный вопрос. Решение, отвечающее за безопасность. Наше жилье должно быть безопасным. Вот как здесь. Да, все верно. Мы вот частично уже коснулись этого вопроса. У нас будет двор без машин. Помимо всего прочего, двор будет у нас закрыт. Будет стоять забор по стороне, не смогут посещать двор. Мы организуем видеонаблюдение. Ну, собственно, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Планировки мы с вами обсудили. Что касается благоустройства проекта, в общем-то, место очень хорошее. Хотелось бы, чтобы и зеленение какое-то было, и площадки. Вот что с этим вопросом? Потому что я прекрасно понимаю, что когда застройщик рассказывает в основном о доме, о квартирах, то бывали случаи, когда жители очень долго ждали появления благоустройства вокруг своего дома. Это затягивалось на годах. Можно было до пяти лет ждать. Есть такие случаи. Вот как здесь вы решаете этот вопрос? Ну, здесь у нас все абсолютно точно определено. То есть благоустройство будет у нас уже реализовано на момент ввода в эксплуатацию объекта. Соответственно, да, зеленые насаждения будут организованы. Ну, и плюс то, о чем я говорил, концептуальное благоустройство, оно в себе и включает разные покрытия, для того, чтобы могли играть дети поменьше, постарше, для того, чтобы этими же покрытиями могли каким-то образом их использовать взрослое население. Будет организовано очень много малохарактеризированных форм, которые будут позволять людям чувствовать себя во дворе более комфортно и использовать их более предметно. А какая цветовая гамма должна быть? Мы так устали от серых тонов. Ну, цветовая гамма у нас достаточно спокойная. Это все-таки такие теплые, спокойные цвета. Ну, действительно, будет смотреться интересно. Из-за того, что у нас интересная архитектурная форма, разноуровневая застройка. У нас разноуровнево получается не только. Вот издалека будет видеться дом еще и вблизи. Тоже есть определенная геометрия определенного рода. Дом будет красивый. Это абсолютно точно. Ну, мы немного с вами прерываемся на небольшую паузу. Буквально через некоторое время мы снова, уважаемые телезрители и радиослушатели, в студии «Тема дня». Оставайтесь с нами. А мы возвращаемся, уважаемые жители Тверской области, в студию программы «Тема дня». С вами Ирина Кузина. Мы сегодня с вами обсуждаем тему, связанную с рынком недвижимости. Судя по нашим звонкам, которые мы получаем в нашу редакцию, это наиболее острая тема, которая вызывает сейчас интерес. Для того, чтобы ответить на все вопросы, мы пригласили к нам в студию специалистов. Это федеральные застройщики «Талант Тверь». С нами сегодня Михаил Сергеевич Кирпичников и Антон Андреевич Петров. Итак, мы с вами, в общем-то, поговорили по новому проекту. И, скорее всего, те квартиры, о которых вы рассказывали, вызовут особый интерес у тех, кто работает в IT-сфере. Я сейчас поняла, что мы как раз на эту тему с вами не поговорили. Да, да. Как раз про ипотеку для IT-специалистов у нас появилась в России новая программа, которая нацелена на удержание IT-специалистов. И сейчас, может быть, те, кто работает в IT-сфере, уже начали задумываться о том, как этой ипотекой воспользоваться. На самом деле, наверное, нужно будет немножко огорчить, поскольку эта ипотека направлена на очень узкий круг специалистов в IT-сфере. Есть два условия. Ну, точнее, оно одно зависит от места проживания. Обязательно должен действительно человек работать в сфере IT, и его зарплата ежемесячная должна быть, если это города-миллионники, 200 тысяч рублей, и если это города-миллионники, то 150 тысяч рублей ежемесячно. Вот, зарплата достаточно высокая, поэтому я думаю, что далеко не каждый IT-специалист сможет воспользоваться этой ипотекой. К тому же, сами создатели этой программы хотели привлечь за счет нее только самых востребованных специалистов, и, предположительно, планируют выдать по данной ипотеке около 5 тысяч кредитов. В разрезе страны это немного. Мало, да, достаточно. Ну, все равно спасибо, что проинформировали. Как сдаются квартиры в Новой Твери? Гарантия на квартиру? Антон Андреевич. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Мы также выполняем разводку инженерных коммуникаций в полу, труп отопления, ставим счетчики на воду, на газ и на тепло. Из таких фишек, если можно так сказать, мы делаем дополнительную шумоизоляцию в полу. Мы заботимся о наших будущих жильцах, поэтому предусмотрели вот такую опцию. Надеемся, что она поможет снизить ударный шум, шум от соседей, вот чтобы он не распространялся и чтобы нашим жильцам ничего не мешало наслаждаться жизнью в наших квартирах. Что касается гарантии? Гарантия у нас идет 5 лет на основные конструкции и 3 года на инженерные коммуникации. Так все-таки, какие мы можем дать сейчас советы по покупке жилья? Какие нужно вопросы задавать, когда ты пришел купить жилье? Какая должна быть квартира отвечать каким требованиям для того, чтобы она именно для этой семьи, для этого человека стала идеальной? И в ценовом, и в качественном соотношении. Да, ну, наверное, конечно, стоит сначала сказать о каких-то таких базовых вещах, как, например, вот система оплаты. То есть в любом случае нужно посчитать, сколько будет ипотека, понимать, сколько стоит квартира, сколько будет ежемесячный платеж, какие будут затраты на подписание страхового договора, который обязательно при выдаче ипотеки. Ну, и все-таки отталкиваться от бюджета. То есть вот это финансовое планирование, оно очень важно. И не всегда житель нашего города сможет самостоятельно это сделать. То есть тут, конечно, если есть возможность обратиться к профессионалу, к специалисту, нужно это делать. Второе, что стоит, наверное, при выборе учитывать, это действительно расположение объекта, его инфраструктурная доступность. Ну, и, конечно, все, что будет происходить во дворе объекта, все, что будет происходить вокруг объекта, вот то же самое благоустройство. Наверное, нужно просто подумать, каким образом человек будет с работы каждый день возвращаться в свой дом и понять, что нужно. То есть вот если говорить о нашем проекте, почему мы используем эти тенденции, да, ведь мы могли бы строить и без них. Но мы прекрасно понимаем, что человек еще за пять минут до того, как он приедет к себе домой, он видит красивую архитектуру, он ставит автомобиль около дома, идет в красивый подъезд, в места общего пользования, которые дизайнерски оформлены. Там, если, например, у него есть ребенок, он ставит коляску в колясочную, ну и, собственно, поднимается в красивом лифте в свою красивую квартиру. Поэтому сейчас тенденции очень меняются в сторону как раз благоустройства, в сторону удовольствия от проживания в объекте в целом, а не только в квартире. Ну, знаете, вот мы привыкли заходить практически с закрытыми глазами по подъезду к себе домой, вот сейчас от этого люди стараются избавиться. Антон Андреевич, а как власти сейчас будут поддерживать застройщиков, как вы думаете? Ну, буквально на днях Марат Хуснулин сообщил, что сейчас всем застройщикам тоже будет предоставляться льготное кредитование в размере 15%. То есть это тоже должно нас, конечно, стимулировать. Из таких мер поддержки еще сейчас разрабатывается пакет по импортозамещению. То есть если какой-то материал импортного производства был, его сейчас можно будет поменять на российский аналог. При этом процедура либо будет упрощена, либо вообще не будет переэкспертизы. То есть как раньше мы любой замену, мы должны были через экспертизу проходить. То есть сейчас вот этого не будет. Чтобы как можно мягче произошел вот этот переход в нынешних условиях. Правильно? Совершенно верно, совершенно верно. Но у нас остается немного времени. И все-таки, когда мы говорим о прогнозе, как будет развиваться рынок в дальнейшем в связи вот с этими мерами поддержки, 2022, ну, наверное, заглядывать в 2023 пока еще рано, да? Судя по тому, как быстро меняется обстановка в мире, в России и так далее. Кто первый возьмет слово? Да, я, наверное, хотел бы еще раз повторить то, о чем мы говорили ранее. Если есть необходимость приобретения жилья, нужно приобретать. Вот, да, Антон Андреевич заметил, что ситуация по вторичной недвижимости может измениться в вопросах ипотеки. Поэтому, конечно, если есть вторичная недвижимость, которую вы хотели бы продать, нужно хорошо подумать, стоит ли ее продавать сейчас или, может быть, дождаться каких-то более благоприятных времен. Но что касается приобретения новостроек, абсолютно точно, если есть возможность, нужно это делать. С процентами на ипотеку кардинально ничего уже не изменится. Это наша новая реальность. Да, мы живем в ней. Ну, а цены абсолютно точно будут только расти. Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил ранее, нужно, конечно, проанализировать рынок, посмотреть цены у всех застройщиков, то есть не покупать у первого подходящего или который строит в соседнем дворе. Нужно анализировать рынок, можно прийти навстречу к одному застройщику, к третьему, и уже, исходя из этого, делать выбор. Может быть, послушать какие-то отзывы, если они есть. Узнать о том, застройщик, сколько лет на рынке все-таки. Если однодневка, то, мне кажется, наверное, надо быть очень аккуратным. Конечно, конечно, да. Вопрос безопасности, он по-прежнему очень важен, наверное, даже еще более актуален, чем это было ранее. Сейчас мы все понимаем, что ситуация влияет на застройщиков достаточно серьезно, поэтому крупные федеральные застройщики, те, у кого есть поддержка, те, у кого есть подушки безопасности финансовые, они себя чувствуют комфортно. Плюс к тому, чаще всего у федеральных застройщиков есть большие отделы, юридические, аналитические, которые занимаются решением всех этих вопросов. Если, как вы говорите, застройщик местный, просто он не может держать такой большой штат для решения каких-то стратегических вопросов, и это может действительно сказаться в дальнейшем не очень положительно. Ну, мы завершаем и предоставляем вам слово, все-таки, если что, кому обращаться. Специалисты должны быть проверены. Наша компания «Талант» — это надежный партнер, который уже, как я говорил, давно на рынке недвижимости, более 20 лет, поэтому мы всегда готовы прийти на помощь нашим жителям нашего города, нашей области, поэтому, конечно, следует к нам обращаться. Мы не откажем в помощи, проконсультируем, все расскажем. А я, в свою очередь, Антон Андреевич, Михаил Сергеевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Мы говорили о рынке недвижимости, помните о том, что все меняется, но обращаться нужно всегда к тем, кто хорошо разбирается в той или иной сфере. А сегодня мы говорили про недвижимость, о вещах, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Всего доброго, до новых встреч. Это была программа «Тема дня» и с вами была Ирина Кузина. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, спасибо.